То есть у вас мало времени для того, чтобы зарабатывать деньги, выживать и жить счастливой жизнью? А то, что ваш мозг привык получать зарплату, ну, уберите эту привычку. То получается, причина того, что у вас мало денег, в чём? В жадности людской. Если клиенты не платят деньги, у этого есть причина. И он говорит, что причина не во мне, а причина в людях, которые жадные. А почему она круче, так как ей деньги платят, а вам нет? Я понял. То есть у вас есть продукт, который входит в работа и с телом, и с мозгом, и с душой. И асаны, и медитации. Замечательно. И третье, что нам нужно, нам нужны клиенты, которые будут покупать этот продукт и платить вам деньги. Правильно? Замечательно. Что самое интересное, клиентов очень много. Окей. Но, вы знаете, они как-то... Ну, вот, а денег нет, вот так скажем. Вот этих искателей счастья, их много. Но у них нет денег. То получается, причина того, что у вас мало денег, в чём? В жадности людской. Мне так кажется. Ага, понятно. То есть сейчас, вот это вы, и это ваш мозг. И он говорит, что причина не во мне, а причина в людях, которые жадные. Которые не хотят мне платить деньги. Я вас правильно услышал? Я... Мне кажется, что да. То есть проблема не в вас, а в жадности людской? Ну, наверное, 50 на 50. Окей. А знаете ли вы, что именно на жадности людской построено огромное количество бизнесов и продуктов? Целой сферы, целой ниши. Знаете ли вы это? Да. Окей. Хорошо, давайте тогда ещё один вопрос задам. Знаете ли вы людей, которые продают какие-то духовные практики, йогу, медитации и так далее, у которых много клиентов, которые платят деньги? Ну, да. Ну, да, я знаю. Не знаете таких. И вы говорите, что на этой планете есть 8 миллиардов людей, и они жадные, и не хотят платить мне деньги. Мы это поняли. А на этой планете Земли есть ещё какая-то другая тётя, у которой есть эти же люди, которые готовы ей платить деньги. В чём разница между вами и этой тётей? Назовите три причины, что отличает вас от неё. Да. Я намного круче, но у меня такие картики нет. Смотрите, ещё раз, скажите, пожалуйста, почему у этой тёти клиенты платят, а у вас нет? То, что вы круче, я уже понял. А сейчас скажите, не почему вы круче, а почему она круче, так как ей деньги платят, а вам нет? Почему я даже не знаю, я не задумывалась. Первая причина, я не знаю, почему ей платят деньги, а мне нет. Хотя я крутая. Это первая причина. Дальше. Я застопорилась. Вторая причина. Назовите мне, что причина, а что следствие. А я не знаю, что такое причина и следствие. Как это позади? Ну, смотрите, сначала я пью, а потом писаю. Это называется причина и следствие. Или сначала я одеваюсь, а потом выхожу на улицу. Мы живём в мире, в котором есть определённые законы, законы жизни. Я преподаю законы жизни. Законов восемь. Вот они, эти восемь законов жизни. На основе которых вертится всё это земное и неземное. Материальное и нематериальное. И если мозг не понимает законы жизни, мозг не может понимать причины и следствия. По сути, восемь законов жизни – это единый фундаментальный закон причины и следствия. То же самое, если у меня нет клиентов, у этого есть причина. Если клиенты не платят деньги, у этого есть причина. А если мозг не понимает, как устроен этот мир и его законы, закономерности математические, то он не понимает причины и следствия. Потому что жизнь состоит из фактов. Это тысячи и миллионы фактов Из которых складываются деньги, любовь и здоровье А эти факты складываются из мыслей, действий и результатов И если мы не понимаем Как складывать нам результаты А результат это одна То есть мысль, действие это причина Результат следствия И результат нас либо удовлетворяет Он зелененький Либо результат нас не удовлетворяет, он красный И вот мы создаем эту реальность С помощью мыслей и действий Которые создают либо красные Результаты, где у нас все больше и больше денег Например, все больше и больше клиентов Которые платят деньги Либо мы создаем неприятные факты Где у нас все меньше и меньше клиентов Все меньше и меньше денег Или все больше и больше жадных клиентов Которые не хотят платить Если вы не знаете, почему у вас нет клиентов А у кого-то есть и они ей платят деньги Это первая причина А вторая причина, я застопорилась Как вы думаете, что причина, а что следствие Что важнее из этого? Наверное, важнее первое Конечно Конечно, конечно. Если вы не знаете, как другие люди зарабатывают деньги на том, на чем хотите зарабатывать вы, ваш мозг автоматически, как следствие, застопорится и не будет ничего делать, либо будет делать все неправильно. Поэтому идем в глубину. А почему вы до сих пор не знаете, как другие люди зарабатывают все больше и больше и больше на подобных продуктах? Назовите три причины. Ну вот первое, мне приходит на ум, что я привыкла зарабатывать и в конце месяца получать свою зарплату. Второе, еще две причины. Только не уходите из контекста. У нас есть четкий контекст. Почему я не знаю, как другие тети зарабатывают деньги, а я не зарабатываю? Три причины. То, что вы работали в найме, не является причиной, почему вы сейчас не зарабатываете. Ну, окей, хорошо, мы можем ее сохранить. Окей, я привыкла получать ежемесячный зарплатный укольчик. Окей, давайте еще две причины. Знаний мало. Каких конкретно знаний? Маркетинговых. Я не знаю маркетинг, потому что любой бизнес, ну, где вы не в найме, это продукт, привлечение, продажа, производство, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот чего вы из этого не знаете? Привлечение. Окей, я не знаю, как привлекать людей. Еще что вы не знаете? Итак, вы любите... Наверное, это красиво упаковать. И, да, это позиционирование. То есть не просто, понимаете, продукт, позиционирование, привлечение, продажа, производство и так далее, и так далее. Это п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Окей. Так какая ключевая из этих трех причин, почему у вас мало клиентов, которые вам платят деньги? Ну вот мне приходит упаковка в голову. Окей, приходит. Значит, упаковка. Потому что ваш продукт не упакован. Как можно продвигать продукт, который не упакован? Никак. Его невозможно ни продвигать, ни продавать. А то, что ваш мозг привык получать зарплату, ну, уберите эту привычку. Это просто вредная привычка для вас сейчас, если вы уже в свободном полете. Правильно? Назовите три причины, почему вы это не сделали, если кто-то это сделал. Быстро, только коротко. Тук-тук-тук. Да, вот на ум сейчас приходит, что мало времени, потому что мало времени, и она еще не слишком доработанная. У меня мало времени, продукт не доработан. Или третья? Вкусно приходит. Я не очень понимаю, что такое вкусно. Вкусно что? Позавтракать? Что-то невкусное. Невкусное что? Продукт невкусный? Или упаковка невкусная? Которую я даю, наверное. Окей. Назовите ключевую причину из этих трех. Она одна. Фундаментальная. Какая? Время. У вас нет времени? Да. Время мало. То есть у вас мало времени для того, чтобы зарабатывать деньги, выживать и жить счастливой жизнью? Чтобы этот продукт был более упакован. Так, хорошо. У вас есть время, чтобы спать, кушать, пить, отдыхать и наслаждаться жизнью? Ну да. Смотрите, у нашего мозга очень простая программа. Мы все в какой-то степени животные. И наш мозг делает только то, что ему приятно, полезно и просто. Он это выбирает, он это делает. Он пьет, отдыхает, гуляет, спит и так далее. Если у вашего мозга нет времени на то, чтобы упаковать продукт и зарабатывать деньги, значит, ваш мозг не хочет это делать. Это понятно? Да. Вы не хотите? Вам это не надо? У вас ключевая причина – вы не хотите зарабатывать деньги на этом продукте. Фарангиз. Давайте идем глубже. А почему вы не хотите найти время на этот продукт? Смотрите, я не хочу. Смотрите, у меня нет времени. Не путайте. Мозг устроен очень просто. Все, что мозг хочет, он на это время находит. Вы согласны? Да. Да. Не на верное. Фарангиз. Все, что мозг хочет, он на это время находит. У вас времени нет на ваш продукт и на его упаковку, потому что вы не хотите этот продукт продавать. Назовите три причины. Очень хочу и причин нет, чтобы не продавать. Почему тогда вы не нашли время? Назовите три причины, почему у вас нет времени на очень классный продукт, который вы очень хотите продавать. Три причины, почему у вас нет времени. Поехали. Первая, вторая, третья. Нет причин. В смысле нет причин? Нет причин, чтобы не продавать и иметь время Только что ваш мозг сказал, у меня есть время на воду, на еду, на сон Но у меня нет времени на упаковку моего продукта И сейчас вы мне говорите, что у вас нет причин, чтобы иметь время Я не сказала, что у меня нет времени Я сказала, что время мало А, извините, окей Тогда еще раз У меня продукт не упакован, и поэтому его не покупают, потому что что? Еще раз, тогда извините, может быть я неправильно вас понял Мало времени Я думаю, у вас мало времени, чтобы его упаковать Окей, тогда назовите ключевую причину, давайте ее выдернем отсюда и уберем Друзья, наблюдайте, все у кого есть продукт, который плохо продается Всегда у этого есть причина Какая причина у вас, Франгис, почему ваш продукт не упакован? Все упакован Но, видимо, нужно время для того, чтобы он раскрутился Как-то так Так у вас, значит, получается, продукт не покупают, потому что он упакован все-таки? Я просто, вы меня запутали Так он упакован или нет? Он упакован, он упакован, но времени еще мало для того, чтобы он раскрутился Так, получается, что он упакован, но он не раскрутился Да А вот эти тети, у которых покупают продукт, у которых хорошо покупают продукт, у этих женщин У них он и упакован, и раскрутился? Ну да, наверное А сколько нужно времени? Хорошо, сколько нужно времени на раскрутку? Окей, продукт у вас есть, продукт упакован, продукт классный Тогда в чем причина, что почему его сейчас не покупают? Вот это не знаю Давайте еще раз, смотрите, что делает мозг Мозг Я спросил мозг Внимание, друзья, сейчас я хочу резюме Вот это франгис со своим продуктом Вот это женщина, у которой есть подобный продукт, и у которой покупают У франгис не покупают, у этой женщины покупают И я спросил мозг франгис, почему у нее покупают, а у вас нет Франгис сказал, я не знаю Вроде бы продукт упаковала Вроде бы он мне нравится Вроде бы время на него выделяют Так в чем ключевая причина? Вот посмотрите прямо сюда В чем причина, почему вы не знаете, чего не знает ваш мозг? Не знаю Как вы думаете, если ваш мозг не знает, в чем разница между вами и этой женщиной? Вы, у вас будут покупать ваш продукт? Да, надо найти причину Ну вот, я вам ее показываю Я вам ее уже показываю В чем причина? В мозгу? Конечно, в мозгу У нас все причины в мозгу В мозгу что отсутствует? Еще раз, смотрите на картинку, я вам прям показываю Что отсутствует в вашем мозгу Который знает свой продукт и упаковку Но не знает, какой у нее мозг И как он упаковал ее продукт, и как он продвигает Нейроны? Конечно, нейроны Ну, здесь другой мозг Здесь у вас красный, а у нее синий У вас не получается продавать, а у нее получается Что вас отличает? Ого, я не знаю Франгиз, давайте так Что отличает человека, который не умеет водить автомобиль А человека, который умеет водить автомобиль? Ну, он умеет водить, а тот не умеет Правильно, этот не умеет водить автомобиль У него нет знаний, как водить автомобиль У этого есть знание, как водить автомобиль Что нужно сделать этому человеку, чтобы водить автомобиль так же, как этот? А, ну научиться можно у этого человека То есть взять из мозга этого человека компетенции и навыки и перевести сюда, правильно? Окей, да Что делать человеку, который не знает, как правильно продвигать свой продукт, чтобы его покупали? А этот человек знает, как продвигать продукт, чтобы его покупали Что нужно сделать мозгу этого человека? Научиться у кого-то, кто лучше продает Не у кого-то, а конкретно у этого человека Который лучше продает подобный продукт Окей И какой первый шаг вы сделаете для того, чтобы это сделать? Пойти учиться? Найти такого человека сначала Знаете, чтобы пойти куда-то учиться Сначала нужно найти человека, у которого нужно учиться Вперед! Я желаю вам успехов Вам понятно? Да, спасибо огромное Ну, от меня личный лайфхак и рекомендация Прежде чем учиться хардскиллам Прежде чем учиться продукту Позиционированию Продвижению Привлечению Продажам И производству Которое делает наш мозг Я сначала рекомендую тренировать мозг Подпишись и получи возможность пройти реальный опыт трансформации жизни С помощью нейротренажеров для мозга Ссылка на тест-драйв в описании канала